всем привет вы на канале гильдия леммингов с вами линк и сегодня у нас рубрика кулустав хочу показать вам сегодня вот этот вот стартовый закуп который я сделал для своей первой электрогитары но она по сути не первая но первая нормальная не самодельная не выпиленная из куска из какой-то ветки с натянутыми не пойми какими струнами ребята хочу поделиться с вами опытом очень много читали читал я про это дело прежде чем купить и выбрать и пришел к вот такому мнению может быть кому-то это будет интересно и я сэкономлю вам целую кучу времени прежде чем купить первую электрогитару ребят вам нужно определиться первое это с бюджетом что вы хотите иметь какие деньги вы готовы потратить на то чтобы начать ну или продолжить играть непрофессионально на электрогитарах подчеркну слово непрофессионально поскольку этот выпуск предназначен для людей которые в первый раз или возможно хотят улучшить немного то что имеют то есть это что-то недорогое что-то такого первого начального уровня ребят я остановился на yamaha на yamaha поскольку покажу вам yamaha вот так вот выглядит ерг 121 почему это yamaha ну по простой причине так машинку я выкручу читая рекомендации профессионалов и людей знающих понял что все сходны в одном если вы покупаете начального уровня гитару покупайте по внешнему виду и по деньгам говорят все в один голос практически не поразмыслив немного соглашусь с ними ребят почему потому что сначально это гитары электрогитара как первое первое авто то есть вы в любом случае там будете где-то сталкиваться бить ее царапать научитесь ездить в общем пройдет какое-то время прежде чем подымется ваш уровень так называемый скилл и вы поймете что конкретно вам нужно что вы хотите потому что электрогитары есть ритм есть соло в каком направлении вы будете играть выбор за вами возможно это будет комбинированное что там ну в общем я кратенько расскажу что я купил я купил за 200 долларов ямаху ерг 121 почему просто по дизайну ребят послушал советов профессионалов и купил то что мне нравилось я не люблю пластиковая дека которая обычно накладочка лежит сверху я купил без пластика с пятью звукоснимателями ну два спаренных один сингл два так называемых хэмбекера и один сингловый они аккуратненько впиленные в корпус и это придает гитаре вид мне это очень нравится пятипозиционный переключатель очень приятно переключающийся и две ручки регулировки громкость и тон или тембр так называемый ну машинка я ее показал вот открутил она такая примитивненькая просто подымается сам порожек слегка подымая струны но ребят я не советую им усиленно пользоваться это для профессионалов и вообще это для хороших гитар с хорошими машинками немножко другой конструкции вот чтобы не расстраивать вашу я советую сразу снять и пользоваться немного позже когда вы уже немножко продвинетесь своих навыках что я купил ребят к этой гитаре я купил струнки которые советуют недорогие iron ball здесь вот идут номера я купил десяточку вообще они идут там по моему 8 9 10 11 и так дальше 8 это самые тонкие это по первой струне ориентируетесь то есть 10 это первая струна эта струна вот она будет там 8 там десятых миллиметра или миллиметра я в этом тоже не очень разбираюсь но все советуют слишком тонкие поначалу не брать чтобы их не про оторвали не поразрывали взять девятку десятку более такие толстые для начала вот струны мне обошлись доллар доллара 4 ну и они штатовские то есть made in usa настоящие типа ну не знаю насколько они настоящие ну вроде как неплохие струны и советуют на начальном уровне покупать что там такое я купил приставку vox classic rock вместо усилителя чтобы не пугать соседей и сделать все компактно вот это вот усилок в нем встроена так сказать примочка называемая в народе classic rock там distortion металл и здесь вот этот темброблочок который регулирует все это дело но есть у меня отдельное видео по вот этому блоку можете посмотреть блочок вставляется в гитару в него вставляете наушники и все огонь вам больше ничего не нужно в наушники передается сигнал вы включаете усилитель усилитель перерабатывает звук хотите классическая рок-гитара хотите пошуметь пожужжать так сказать на публику пожалуйста в общем все дела никому не мешая при этом аккуратненько все это делать ну для этого и купленная купил шнур тоже доллара 4 она получилось я купил маленький правда об этом жалею нужно покупать шнур подлиннее ребят но чтобы он не стеснял вас в передвижениях я купил трехметровый вот мне должно хватить купил в плёточки в такой вот как это правильно назвать в общем матерчатая плетка говорят дольше служит но не знаю судя по отливке штекеров это не очень дорогой шнур но сами понимаете на что может быть дорогого и качественного за эти деньги тем не менее для первого начального уровня для знакомства с гитарой я должен думаю должно хватить я взял чехольчик самый простой рок-бэк то есть самое такое стартовая базовая обычный пластик в общем такое он очень дешевый там порядка тоже шести семи долларов обошелся я не стал брать сразу дорогущие жесткие чехлы есть и я советую вам со временем обзавестись именно таким а не мягким ну это вы смотрите по деньгам и потому насколько вам нужно насколько дорогая у вас будет потом гитара это все потом и еще я купил вот такой вот тюнер от корга что делает этот тюнер он помогает настраивать гитару для таких чайников как я который не умеет это делать на слух вот вы цепляете его на гриф дергаете струну он покажет стрелочкой соответствующую вот здесь вот должна в идеальном в идеале струна должна стоять по серединке этот индикатор вот если идет отклонение вы подстраиваете и тюнер меняет положение стрелочки на нужное таким образом тратя минимум времени вы получаете настройку я отдал порядка 30 долларов за эту штуку вот это дорого есть настройка попроще даже от того же корга можно купить там до 10 долларов легка вообще там их очень много всяких разных вот просто я взял такой навороченный как бы мне посоветовали именно его ну не знаю не факт читал отзывы что дешевые тоже нормально настраивают в общем ребят определяйтесь покупайте что-то недорогое не обязательно тратить там 200 долларов на гитару возьмите просто то что нравится и можно даже из недорогого в магазине можно по моему от 80 100 долларов сделать закуп электрогитары и начать тренироваться начать играть и продвигать свой свое умение свой скилл вперед до нужного уровня и потом когда вы определитесь со своими потребностями в музыке когда вы немножко вырастите вы возьмете уже себе что-нибудь какой-нибудь там настоящий фендер страта кастер или какой-нибудь там я не знаю что там еще есть такое страдиваре какое-нибудь ручная работа как правило я посмотрел что можно купить какую-нибудь гитару старую с помененным одним там звукоснимателем он будет стоять но он будет дико дорогим стоит бешеных денег и сама гитара будет звучать как так что стоит там 20-30 тысяч долларов ну это сейчас вам не нужно это такие так перспективы на будущее в общем ребят вот так вот что хотел рассказать советую пойти в магазин ну через интернет можно купить но это будет немножко не то что вам нужно как правило все равно что обувь не меряя покупать через интернет мой совет пойдите в ближайший магазин который занимается электроинструментами спросите у них что назовите вас бюджет что можно приобрести в эту цену посмотрите на что надо обратить внимание на гриф чтобы ваши пальцем было удобно ставить струны он есть шире он есть уже в зависимости от производителя гитары и это очень важный момент потому что если вы возьмете дешевую гитару или дорогую гитару и в ней будет неудобный гриф и вам будет неудобно то ну считайте что вы пустую потратили для ваши деньги я купил гитару с 22 ладами количество ладов после 12 определяет обычно это соло кто будет в этом направлении играть там блюзы я не знаю классику какую-нибудь для ритм гитары если вы ритмист и будете жужжать там хэви метал или гранж какой-нибудь или что-то такое то есть вы будете играть вот где-то вот на этой части грифа поэтому такую длинную мензуру вам покупать не обязательно что еще хочу заметить когда будете выбирать гитару особенно бушную нину вы посмотрите на ну вот я сейчас не смогу наверно так показать на линию на глаз посмотрите вот эта линия изгиба грифа должна быть ровненькая если она будет дугообразная как нибудь то есть ну вот вы смотрите и она будет вот такая допустим гамаком каким-нибудь либо волной либо будет вот так вот изогнута это значит что гитары поведен гриф либо он не выставлен и брать возможно ее не стоит в любом случае сходите в магазин попросите подключить поиграйте либо попросите продавца показать возможности гитары послушайте ее и и если она вам понравилась купите и это будет самый правильный вариант самое правильное решение вот все что хотел сказать на сегодня ребят пишите комменты ставьте лайки подписывайтесь на канал кому понравилось с вами был линк всего доброго пока увидимся в следующем видео